Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как не надо и как неправильно суд исследует, а вернее не исследует доказательства и как многие из тем, которые мы рассматриваем на нашем канале, они взяты из практики и подсказали мои уважаемые и любимые зрители и подписчики канала. Это конкретный пример. Так вот дорогие друзья, очень часто во многих делах, которые касаются наследственных споров, раздела имущества и так далее, очень важную роль играет здоровье наследодателя, здоровье стороны и так далее. То есть те моменты, которые подтверждаются медицинскими документами для определения той или иной степени и возможности лица осознавать характер своих действий, руководить ими, либо показывать такое его состояние здоровья, когда он фактически находился в беспомощном состоянии и другие лица могли этим воспользоваться. Так вот дорогие друзья, медицинские документы в этом компоненте играют наиважнейшую роль. И вот перед тем, как мы поговорим об исследовании и не исследовании доказательств судом, я хочу вам напомнить, что если необходима помощь в составлении исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб, пожалуйста, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, если в деле есть та или иная медицинская документация, которую вы истребовали, предоставили, предоставила другая сторона, то прежде всего необходимо понимать, что эта документация должна быть получена законным путем. Потому что в одном из дел наши процессуальные противники предоставили документацию, которая была добыта непонятно каким образом. То есть они не являлись ни родственниками, близкими, ни теми, кто мог получить эту документацию, но тем не менее неким образом получили к ней доступ. Во-первых, имеет место медицинская тайна. Во-вторых, они не имели доступа к персональным данным, но тем не менее, скорее всего, через некие коррупционные связи они эту информацию добыли и предоставили суду. Сразу было заявлено ходатайство о признании недопустимыми таких доказательств. В другом случае, наоборот, была представлена вся медицинская документация в установленном законе порядка, законном порядке истребована, приобщена к материалам дела. Однако суд, вопреки требованиям закона, вообще ее не исследовал. И вот здесь, дорогие друзья, конечно же, когда мы об этом говорим, прежде всего, необходимо указывать на то и искать признаки того, что суд не исследовал. Во-первых, это может быть аудиопротоколирование, заседание, где отсутствует фактическое исследование данных доказательств. И, конечно же, анализ непосредственно судебного решения. А вот судебное решение, это, конечно, очень существенный компонент. Если в судебном решении отсутствует анализ тех или иных доказательств, это уже свидетельствует о том, что они не исследовались судом. И нет на них ссылки и так далее. Поэтому это может быть доказательством того, что суд не исследовал те или иные доказательства. И, конечно же, это касается не только медицинской документации, но и вообще документов и иных письменных доказательств. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, обращайте на это существеннейшее внимание, поскольку несоблюдение всех этих правил может быть основанием для апелляционного или касационного обжалования. И в очередной раз напоминаю вам, дорогие друзья, что если необходима помощь или юридические консультации по тем или иным вопросам, а также помощь в составлении исковых заявлений, апелляционных или касационных жалоб, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо!